Продолжение следует... 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 Пациентам, которым показана госпитализация в палиативное отделение Это терминальная стадия любого хронического заболевания Будь то это хроническая сердечная недостаточность, будь то это деменция Будь то это какие-то трофические нарушения, либо это последствия перенесенных инсультов Либо черепно-мозговых травм, даже злоупотребление психотропными веществами Но есть одно но, мы не можем класть пациентов, у которых есть острые психотические состояния В агональном состоянии пациенты не подлежат госпитализации в палиативное отделение Поскольку чаще всего пациенты в агонии уже просто не доезжают до стационаров и до больниц И также пациенты, у которых есть онкологическое заболевание, которое требует специфического лечения То есть пациент еще может теоретически, по мнению онколога, либо химиотерапевта, получить свою терапию И в дальнейшем, если все будет хорошо, он будет жив-здоров и все будет замечательно Также пациентов, у которых есть реабилитационный потенциал, хотя бы минимальный Им тоже не показано прохождение и госпитализация в палиативной помощи Поскольку мы можем упустить тот момент и не оказать ему помощь в полном объеме И тогда пациент действительно станет палиативным, либо пациент станет так называемым социальным пациентом уходным Которым требуется в основном уход Но палиативная помощь ему не нужна Здесь есть очень четкая грань Когда определить пациент палиативный, либо пациент уходный Либо он на этой грани находится Это всегда очень тяжело, поскольку вроде бы пациент тяжелый Вроде бы шансов на выздоровление нет И тут, конечно, вся ответственность ложится на плечи врача Либо лечащего в стационаре, либо врача поликлинического звена Чаще всего, конечно, это связано не с онкологическими пациентами Пациенты, которые страдают деменцией, либо хронической ишемией Либо просто возрастные пациенты Либо пациенты, перенесшие какую-то травму И которым требуется длительная реабилитация Но прежде чем заниматься реабилитацией, им нужен какой-то покой Обычно это занимает несколько месяцев В связи с чем возникают проблемы И родственники не знают, куда девать пациентов Поскольку не могут самостоятельно ухаживать за ними Пациентам с четвертой стадии онкологического процесса У любого протокола врачебной комиссии не нужен Достаточно заключения онколога О проведении симптоматической терапии О чем я уже говорил ранее Конечно же каждый пациент Будь то это онкологический, будь то это неонкологический Имеет право на адекватное обезболивание Если мы говорим о неонкологических пациентах То чаще всего болевой синдром возникает у пациентов с контрактурами У пациентов, перенесших какие-то травмы Но облегчение боли должно быть у каждого пациента Это закреплено в нашем законодательстве Кто у нас имеет право назначать все препараты? Назначать как наркотические, так и психотропные вещества Имеет любой врач Фельдшер, акушерка, врач выездной бригады Это прописано также в федеральном законе По поводу фельдшеров и акушерок Они имеют тут возможность Если на них функция возложена главным врачом Чаще всего это происходит в отдаленных регионах Где лечащий врач просто физически не может присутствовать Потому что его там просто нет Ну и что хотелось бы сказать по поводу болевого синдрома В зависимости от развития опухоли На начальных этапах у 50% возникает болевой синдром Когда процесс более сильно распространен у 75-80% И на терминальной стадии практически у 100% онкологических пациентов возникают боли Что такое боль и как она у нас происходит? Боль это сенсорное эмоциональное переживание Связанное с существующим или возможным повреждением ткани Или описываем в терминах такого повреждения Это терминология с 1986 года Международная ассоциация по изучению боли И боль всегда переходит из острой в хроническую Если мы ее адекватно не лечим Любую боль можно вылечить Любую боль можно купировать Все зависит от того, как правильно подбирается терапия Существует три вида боли Это нацептивная, нейропатическая и дисфункциональная Конкретно на них останавливаться не буду Потому что это нужно знать самому и разбираться лично Каждому врачу при беседе с пациентом Поскольку иногда они могут перекликаться Иногда они идут вместе И подбирать любой препарат нужно индивидуально с каждым пациентом Согласно ВОЗ у нас существует три ступени боли Это первая ступень, вторая ступень и третья ступень Они делятся по баллам От 1 до 4, от 4 до 7 и от 7 до 10 Соответственно по так называемой Либо визуально аналоговой шкале Либо просто по аналоговой шкале И на основании этой лестницы в 2016 году Были разработаны рекомендации для лечения хронического болевого синдрома Что в них такого есть особенного В принципе, что знают все Но почему-то не все это делают Это основные способы введения лекарственных препаратов Которые нужны для оказания паллиативной помощи Самый оптимальный, самый лучший путь Это пероральный Дальше идет через кожный Дальше идет внутривенный, подкожный Внутримышечный и ректальный Чаще всего, конечно, мы используем это первые два пути Внутривенный очень редко используется Чаще всего он используется в стационарах Для лечения какого-то острого болевого синдрома И не онкологических пациентов У онкологических все-таки на третьем месте стоит подкожный Это введение морфина Побочные эффекты всех опиоидов Которые используются при лечении болевого синдрома Как видите на экране Это угнетение дыхания, сонливость, голокружение и рвота И чаще всего, практически 80% случаев Это задержка эвакуации с режима желудка Задержка стула, вздутие живота Чаще всего это происходит, потому как только пациенту назначаются какие-то опиоиды Врачи не используют одевантную терапию И дополнительно не назначают препараты, которые могли бы убрать эти эффекты Если этого не происходит, то в 50%, иногда и в 70% случаев Все-таки развиваются часто побочные эффекты Что касательно угнетения дыхания, сонливости и так называемых голокружений При начальном приеме опиоидов эти побочные эффекты возникают Это связано только с тем, что организм еще не сенсибилизировался к опиатам Через 3-5 дней чаще всего все эти побочные эффекты проходят Итак, по поводу лечения болевого синдрома Первая ступень Самая простая ступень Болевой анамнез так называемый непродолжительный Хватает стандартных НПВС препаратов Процетамола, анальгина Чаще всего пациенты с данным болевым синдромом не обращаются к врачам Они его лечат самостоятельно, потому что все препараты есть в доступе И им дополнительной помощи не нужно Также на первой ступени рекомендуется использовать это не опиоидные анальгетики Но, как я говорил, все-таки первая ступень Она редко возникает у врачей Что в амбулаторной практике, что и в стационаре Поскольку пациенты все-таки находятся дома Немножко забежим вперед Наши любимые и наши стандартные инстероидные противовоспалительные средства Указаны в этой таблице Лучше всего, конечно, использовать высокоселективные препараты Поскольку и период действия этих препаратов дольше И суточная доза довольно-таки интересная И чаще всего эти препараты выводятся вместе с мочой Если мы говорим все-таки о второй ступени Которая чаще всего возникает на приеме у амбулаторных пациентов и врачей Либо в кабинете палиативной помощи Либо просто у онкологов То тут, конечно, уже боль доходит до 7 баллов Это, можно сказать, верхняя граница Чаще всего пациенты приходят и говорят Что доктор, вы знаете, у нас болит Мы пили кетарол анальгин Не помогает, что нам делать И тут возникает следующая ситуация Если мы знаем, что у пациента какое-то прогрессирующее онкологическое заболевание Которое не поддается на данный момент уже какому-то лечению Нет никакой положительной динамики по химиолечению Либо она есть, но у пациента возник болевой синдром С которым он самостоятельно не справляется Чаще всего врачи начинают назначать этот ромодол До 300 мг в сутки Также многие любят назначать просидол В дозировке до 80 мг в сутки Несмотря на то, что в рекомендациях просидола написано Что его можно использовать ежедневно В качестве постоянной терапии По опыту и по данным исследования Это не рекомендуется делать Поскольку он очень быстро вызывает привыкание И требует увеличения дозы Поэтому на данный момент основными препаратами второй ступени У нас являются термодол, топентадол, оксикодон И сильные опиоды в низких базировках На них мы остановимся чуть-чуть попозже Итак, вторая ступень От 4 до 7 баллов по ВАЖ Возможно назначение как сильных опиоидных анальгетиков В малых дозах морфин, фентанил, оксикодон Так и назначение слабых опиоидных анальгетиков Это термодол, топентадол Также при необходимости мы всегда добавляем Адивантную терапию в зависимости от побочных эффектов Либо недостаточности обезболивающих препаратов Что у нас есть на второй ступени? Это термодол в капсулах, в таблетках, либо в растворе Разовая доза 50-100 мг в сутки Максимальная суточная доза не должна превышать 400 мг в сутки Но если пациент старше 70 лет, то всегда рекомендуется не превышать дозировку выше 300 мг Потому что это может вызывать побочные эффекты в виде головокружения, тошноты, угнетения сознания и выраженной сонливости Термодол с парацетамолом Препарат используется часто, но редко назначается почему-то врачами Также суточная доза у него не должна превышать 300 мг в сутки Морфин в таблетках продленного действия 10 мг это разовая доза, и суточная доза на второй ступени рекомендована не больше 30 мг Но опять же, все это зависит от степени выраженности болевого синдрома Морфин в капсулах продленного действия точно так же работает Оксикодон с налоксоном в минимальной дозировке 5 мг-2,5 мг по оксикодону Это разовая доза для подбора терапии, для оттитрования Не всегда этого хватает, но иногда некоторым пациентам достаточно 2 таблеток в день на данной дозировке Чтобы полностью купировать болевой синдром Ну и трансдермальные терапевтические системы фентаниловые Которые минимальная дозировка, это 12,5 мкг в час Которая клеится один раз в течение трех суток Бупринорфин на данный момент в нашей стране отсутствует Поэтому на нем мы останавливаться не будем И топентадол, это современный аналог тромодола Чем он хорош? У него отсутствуют побочные эффекты Такие как у тромодола А переносимость этого препарата в несколько раз лучше Но сейчас немножко остановимся подробнее на каждом препарате Итак, по поводу тромодола Самый любимый препарат, самый простой препарат Его легко выписывать, его легко назначать В принципе, в 50% случаев он хорошо переносится у пациентов в маленьких дозировках Но при увеличении дозировки начинают возникать побочные действия В виде изменения настроения, в виде изменения активности Чаще пациенты уже на больших дозировках становятся сонливыми Также у пациентов возникает тошнота Вплоть до рвоты на больших дозировках, ну и головокружения Топентадол Препарат работает так же, как и тромодол Но с учетом того, что у него немножко другая химическая формула Он не вызывает ни тошноты, ни рвоты на больших дозировках И пациенты переносят его лучше От него нету сонливости И от него нету выраженных головокружений Также у топентадола нету активных метаболитов Что не дает нам, опять же, проявления побочных эффектов тромодола Конечно, этот препарат индивидуален Он переносится так же индивидуально у пациентов, как и тромодол Поскольку мы не можем с вами точно определить Будет ли у пациента побочный эффект, либо не будет Нам нужно все-таки индивидуально подходить к данным препаратам Таргин, оксикодон с налоксоном Это относительно новый препарат Чем он хорош? Благодаря тому, что у него есть в составе налоксон Мы практически полностью избавляемся от побочных эффектов оксикодона Что в основном проявляется в виде запоров На маленьких дозировках мы можем не назначать дополнительную радиоантовую терапию На больших дозировках чаще всего пациенты иногда испытывают галлюцинации Бывают у них такие моменты И не всегда ксикодон с налоксоном полностью купирует болевой синдром Это чаще всего связано с распространенностью опухолевого процесса Если есть метастазирование в кости Он очень хорошо работает на малых дозировках, на полых органах Например, если заболевание молочных желез, то в малых дозировках до 10-20 мг 2 раза в сутки Вполне хорошо переносится с пациентами Морфин Чем он хорош? Это сильный анальгетик Его хватает на 12 часов У него нет так называемого потолка анальгетической дозы Действительно, его дозировки могут достигать запредельных Потому что в инструкции такого нету Чем он не хорош? Все мы прекрасно знаем Этот препарат ярко показывает все свои побочные эффекты Которые есть у всех опиайтов Проседол Как говорил я раньше Для лечения хронического болевого синдрома, к сожалению, его использовать нельзя Потому что быстрое нарастание толерантности к этому препарату Требует резкого повышения дозировки Однако, использовать проседол в качестве лечения прорыва боли Мы можем с вами спокойно И он довольно-таки хорошо работает Но, опять же, нужно подходить к этому индивидуально Если у пациента есть проблемы с ротоглоткой Если есть какие-то воспалительные изменения То, к сожалению, мы не можем его использовать Потому что он у нас используется как сублингвальные таблетки Трансдермальная система Финтанил На рынке сейчас у нас остался только препарат Финдивия Дюрогезика сейчас в данный момент нету Чем хорош этот препарат? У него есть большое количество дозировок Его очень удобно использовать Довольно-таки быстро у нас подбирается дозировка препарата Хватает этого препарата как и при лечении Его наркогенного потенциала хватает как и при лечении болей, связанных с полыми органами заболеваний Так и, в принципе, при поражении костей Что нужно знать при грамотном назначении трансдермальных систем? Что когда препарат назначается, мы должны его четко крепить на те места Не там, где болит у пациента, а там, где прописано в инструкции Либо это будет наружная поверхность обоих бедер Либо это наружная поверхность плеча Либо это передняя брюшная стенка Учитывая, что фентанил является довольно-таки мощным анальгетиком Нам не следует забывать, что в 25 мкг в час в пластыре содержится триампула фентанила Это практически большая дозировка, которая может привести в чистом виде к неблагоприятным последствиям Но, учитывая, что эта трансдермальная система всасывается через кожу Она всасывается равномерно в течение практически 72 часов Поэтому переживать особо не стоит Конечно, надо всегда начинать с самых минимальных дозировок Это 12,5 мг в час И дальше уже подбирать индивидуально с каждым пациентом Итак, третья ступень Третья ступень чаще всего у нас с вами встречается Это либо в стационарах, либо это в хосписах, либо в палиативных отделениях Потому что по практике можно сказать одно, что пациенты уже не справляются с болевым синдромом дома С ним тяжело справиться с врачом болоторного звена Поскольку нужно контролировать болевой синдром практически постоянно Часто возникают прорывы боли И нужно подбирать оптимальную терапию Подбирать схему подбора безболивающей терапии На момент именно нахождения пациента в стационаре Это более удобно и более эффективно Третья ступень у нас идет уже от 7 до 10 баллов И основные препараты это морфин Также это оксикодон с налоксоном Это топентадол до максимальных дозировок 200 мг в сутки Ну и фентанил, простите, не до 200, а от 200, до 500 И фентанил от 25 и также до максимальных дозировок Как и у морфина, у фентанила отсутствует верхний порог дозы На третьей ступени, к сожалению, мы не сможем обойтись без адювантной терапии Поскольку побочные эффекты возникают очень часто Это также связано и с течением самого процесса У пациента нарастает интоксикация У пациента возникает тошнота, слабость Поэтому дополнительное назначение адювантов нам всегда идет в помощь Следует помнить, что при переходе с одного опиоида на другой опиоид Нужно использовать начальную дозировку нового препарата ниже, чем его эквипотенциальная доза Чуть дальше я вам покажу таблицу, по которой можно сравнивать эквипотенциальные дозы При переходе с одних анальгетиков на другие С чем это связано? Это связано с тем, что риски, которые могут возникать при смене препаратов Мы должны с вами занижать Вот в данной таблице мы видим все эквипотенциальные дозы За единицу аналитического потенциала у нас принят морфин в ампулах И если, например, самый простой пример Мы пациенту назначали тромодол дозировки 200 мг в сутки Нам нужно перевести его на инъекционный морфин Либо на таблетированный морфин То на следующий день, как только мы переводим пациента То мы ему даем половину от суточной дозы На следующий день, если пациент переносит хорошо У него болевого синдрома нету Мы ему добавляем половину от четвертинку от суточной дозы У нас получается 0,75 суточной дозы И если у пациента, опять же, состояние стабильное Болевого синдрома нет Тут уже, опять же, индивидуально мы смотрим Если болевого синдрома нет, мы его оставляем на этой дозировке Если есть незначительные слабые, мы доводим уже до суточной дозы Согласно данной таблице И дальше уже смотрим, как ведет себя пациент Есть ли у него болевой синдром Есть ли у него прорыв боли И смотрим, надо нам увеличивать дозировку Не надо нам увеличивать дозировку Чаще всего смена препарата связана Либо с ухудшением состояния пациента Либо с невозможностью его приема каких-то препаратов То есть пациент перестал глотать У пациента возникли какие-то побочные эффекты На фоне приема каких-то препаратов У пациента, например, есть неукротимая рвота Поэтому он не может перерально принимать препараты Либо у пациента есть нарушение кожных покровов И мы не можем назначить ему трансдермальные терапевтические системы Либо пациент слишком ослаб, он потерял много веса, он хексичен И опять же пластыри с фентанилом мы также не можем назначать Потому что они не будут всасываться Но у каждого пациента все-таки возникает прорыв боли И что мы должны об этом знать? На первой-второй ступени можно использовать Нестероидные противоуспалительные препараты На второй и третьей ступени, чаще на третьей К сожалению, нам этих препаратов уже не хватает И нам нужно использовать что-то более быстрое, более сильное Чаще всего, конечно, в нашей практике это применяется морфин подкожно Что хотела сказать еще по поводу особенностей прорыва боли Частота развития обычно возникает до 3-4 раз в сутки Предсказать, когда она возникнет, практически невозможно Поскольку, ну, это действительно непредсказуемо И интенсивность таких болей у разных пациентов бывает как Просто что-то поболело, но бывает до острой боли, что пациенты лезут на стенку Средняя продолжительность 15-30 минут Это взято из общих источников Ну, у кого-то, у всех это бывает по-разному Это просто средняя цифра Что можно еще сказать по поводу прорыва боли Любой прорыв боли возникает у онкологических пациентов всегда Но у кого-то он может произойти один раз за весь период течения болезни У кого-то он может возникать регулярно И если прорыв боли в день случается больше 3-4 раз Нам стоит задуматься о том, что пора менять болезненную терапию на увеличение Либо смену препарата, либо добавление адювантов Поскольку основной терапии нам не хватает А 3-4 раза в день прорыв боли Это уже, конечно, серьезные проблемы у пациента И врачам все-таки, опять же, надо задуматься о основной терапии В сторону ее увеличения Есть противопоказания для всех опиоидных анальгетиков, когда их нельзя применять Соответственно, если у пациента есть непроходимость Мы ни в коем случае не можем назначать опиоидные анальгетики Если у пациента есть алкогольная интоксикация И у пациента, несмотря на то, что у них есть бронхиальная астма Идет обострение И иногда мы морфин используем в качестве купирования приступов одышки То все-таки в период обострения эти препараты тоже нельзя назначать Спасибо вам всем большое за внимание Всего доброго, до свидания Продолжение следует...